Карельский УФСИН, как и любое другое ведомство, постоянно находится в поиске новых сотрудников с самыми разными навыками и специализациями. Для желающих поступить сюда на службу имеются вакансии. В основном это младший начальствующий состав. Но требуются также и медицинские работники, кинологи, бухгалтеры, социальные работники, водители и многие другие специалисты. Всего на сегодняшний день в учреждениях УФСИН открыты порядка 260 вакансий. И тем, кто готов работать в системе, есть что предложить. Безусловно, перспектива очень хорошая. Система на сегодняшний момент дает очень хорошие перспективы для роста. Ну, первое, возможность получения ведомственного заочного образования высшего и соответствующего дальнейшего роста по карьере. Ну и вообще просто, если сотрудник проявляет себя, показывает свои морально-деловые качества, то у него есть хорошая перспектива. Ну вот за этот год мы 54 младших инспектора назначили на офицерские должности. Кроме звезд на погонах и зарплаты, у сотрудников УФСИН есть и довольно длинный список социальных гарантий. Ранний выход на пенсию. На сегодняшний момент сотруднику, отслужившему в армии, достаточно отслужить 12,5 лет для того, чтобы получить право на минимальную пенсию. Страхование жизни и здоровья. Тоже очень важный аспект, что что бы ни случилось с человеком, люди, да, все может случиться. То есть страховка, по крайней мере, покрывает определенные затраты, если вдруг они есть. Хорошая льгота – это без очереди предоставление мест в детских садах и школах. Для того, чтобы получить все вышеперечисленное, нужно быть гражданином Российской Федерации не моложе 18 и не старше 40, способным выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья и не иметь судимости. Мы спросили у одного из сотрудников, почему он выбрал именно эту профессию. Так сложилось по воле случая, скорее всего. Меня призвали знакомые здесь, порекомендовали, как здесь все у них вообще, как они работают. Меня заинтересовала вся вот эта система в общем, и я решил попробовать. Все положительно получилось, все согласно контракту, вообще ни жалоб, ничего. Всего в состав уголовно-исправительной системы региона входят 8 исправительных учреждений и множество профильных подразделений, расположенных по всей территории республики. Если вы готовы попробовать себя в этой особенной, но нужной обществу работе, вы можете позвонить по телефону на экране, либо обратиться по адресу. Город Петрозаводск, улица Жуковского, дом 32А. Город Петрозаводск.